Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок, с вами Пашки Ивич Анна и в данном видео мы поговорим на такую тему, как первые подкормки огурцов. Наверняка все уже высадили свою рассаду огурцов в защищенный грунт или в теплицу парник и растения прижились, светло-зеленая листва начала переходить к более темным тонам, стебель тронулся в рост и самое время подумать о первых подкормках. Конечно, лучше сразу готовить лунку, помещать в нее необходимое количество органических и минеральных компонентов, чтобы их хватило на всю вегетацию, но в случае с огурцом лучше меньше, но чаще. Как я говорила в более ранних видео, огурцы не любят холода, поэтому оптимальной температурой воды, которой вы будете работать или по листу, или по корню, должна быть температура в районе 28-30 градусов. Лучше всего элементы питания усваиваются огурцами, если жаркая погода, то при 24-28, в пасмурную погоду при 20-22 и ночная температура, когда составляет 16 градусов. Любое повышение или понижение температуры приводит к стрессовым состояниям наших растений. Перед тем, как приступать непосредственно к подкормкам ваших растений, необходимо сформировать хорошую корневую систему. Для этого нужно помочь растениям, предварительно внеся в почву несколько раз растворы, которые способствуют нарастанию корней. Например, комплексные растворы микроэлементов или минеральных соединений с повышенным содержанием фосфора. Если таких у вас нет, то тогда следует прибегнуть к таким веществам, как монофосфат калий или суперфосфат из расчета 20 грамм на 10 литров воды. Также можно стимулировать корневую систему такими препаратами, как атлет, корнесил, корнестим, циркон, которые содержат вещества, способствующие стимулированию и образованию дополнительных корневых волосков. Если же вы ярый сторонник органического земледелия, то можете воспользоваться более традиционными и народными средствами, например, как ивовый раствор, когда в 10 литровое ведро помещаем мелко измельченные ветки ивы, буквально половина объема, наставим в течение 2-4 дней и затем этот концентрат разводим в соотношении 1 к 10 и проливаем наше растение. Также хорошо стимулирует корневую систему настои дрожжей, настои алоэ и, например, настои меда. Самая первая непосредственная подкормка огурцов должна содержать акцент на повышенное содержание азота. В случае, если у вас огурцы находятся в угнетенном состоянии, повреждены, например, перепадами температур или того хуже пересохшей почвы. То есть вы должны простимулировать после того, как развилась корневая система, развитие наземной части, для того, чтобы увеличилась площадь фотосинтезирующей поверхности. После этого будем проводить минеральные или органические удобрения, чередуя их между собой или совмещая их друг с другом из расчета. Одинаковое содержание по формуле НПК, если мы говорим о универсальных минеральных удобрениях, или гуминовые какие-то препараты, которые мы также будем вносить в наши посадки. Первую подкормку, как и последующие 2-3, мы будем проводить на протяжении первых 3-4 недель роста наших растений с интервалом 7-10 дней. Для того, чтобы растения развивались органично, нарастали интенсивно как наземной, так и подземной частями, рекомендую вам проводить подкормку комплексными минеральными удобрениями с относительно равным содержанием по долям азота фосфора калия. Например, есть хорошее удобрение с формулой 18-18-18. Помимо основных минеральных удобрений, мы будем вносить органические на основе гуминовых кислот, которые являются вытяжками из торфа, из сапропелий, из органических материалов. Такими препаратами являются, например, гумирост, гидрогумин, вытяжка из биогумуса и другие препараты. Также можно подкармливать растворами минеральных удобрений из расчета 10 г мочевины, 10 г калия хлористого, 10 г суперфосфата или 20 г нитроаммофоски на 10 л воды. Этим раствором мы будем проводить традиционные корневые подкормки огурцов. Для того, чтобы приготовить органические подкормки на основе настоев, навозов коровяка или куриного помета, необходимо это проводить заблаговременно, для того, чтобы ваши удобрения успевали выстояться, настояться. Как правило, в условиях среднего мая эта процедура занимает около двух недель. И после того, когда у вас эти настои перебродят, мы будем разбавлять с водой из расчета. Коровяк разбавляем в соотношении 1 к 10, конский навоз 1 к 8, куриный, например, или голубиный из расчета 1 к 15. Также есть хорошее удобрение, которое мы можем приготовить самостоятельно из растительных зеленых остатков. Оно называется зеленое удобрение. Наверняка все с ними знакомы. И таким удобрением мы будем подкармливать наши огурцы из расчета 1 к 5. Если температура воздуха понижается в теплице до 13 градусов среднесуточная, то затормаживается работа корневой системы, приостанавливается рост и развитие растений. В таком случае лучше поддержать ваши огурцы подкормками по листу, совмещаясь как минеральные подкормки, так и подкормки хелатными формами основных элементов. Для того, чтобы приготовить концентрированный раствор из микроэлементов, необходимо взять 15 граммов борной кислоты, 5 граммов железа, по 3 грамма цинка, кобальта, марганца. Все это разбавить в 1 литре воды и затем проводить листовые подкормки, разбавив концентрированный раствор в следующем соотношении. 250 мл концентрированного раствора на 10 литров воды и проводим листовые или вне корневые подкормки. Не забывайте, что необходимо кормить огурцы по листу, как и любые другие растения, в часы, которые свободны от активного солнца. Это лучше делать в пасмурные дни или вечером после захода солнца, чтобы снизить или полностью исключить такое понятие, как ожог листа. Для профилактики развития корневых гнили рекомендую проводить такие обработки, которые вы будете совмещать с вашими поливами или основными подкормками, которые называются фунгицидные обработки. Лучше использовать в теплице вещества биологического происхождения, например, бетоксибацилин, триходермин и другие более известные и вами употребляемые препараты. Если есть намек на корневую гниль или вы уже заметили отчетливо выраженный очаг, то тогда необходимо промазать это место повреждения раствором гашенной извести. Из расчета 1 литр извести, которую предварительно гасим, смешиваем с небольшим количеством медного купороса буквально на кончике ножа и вот этим белым раствором промазываем наши пораженные участки. Можете быть уверены, что по месту обработки данным компонентом, по стеблю дальше не будет распространяться корневая гниль. Любые корневые подкормки лучше проводить в жидком виде. Если нет возможности проводить их в жидком виде, то тогда предварительно обильно смачивайте почву в тех местах, куда вы планируете вносить ваши концентрированные сухие подкормки. Также не забывайте о том, что после того, как вы провели подкормку, для обеспечения почвы лучшим насыщением кислорода необходимо ее прорыхлить. Не забывайте про такой момент, как мульчирование, который будет спасать и вас, и ваши растения от лишнего испарения влаги и от сорной растительности и хороших вам урожаев. Можете быть уверены, что по месту обеспечения почвы лучшим насыщением кислорода необходимо ее прорыхлить.